Открыв любую старую книгу и найдя описание лялиуса, современный человек очень удивится. Везде лялиус описывается как весьма неприхотливая рыба, способная жить практически в любых условиях. Для современных изнеженных лялиусов это может показаться фантастикой. А если увидеть фотографию классической полосатой окраски, то желание смотреть на современных лялиусов окончательно пропадет. Но если продолжить изучать рот, к которому принадлежат эти рыбы, то можно найти довольно похожую на него и не менее интересную рыбу, которая хоть и встречается крайне редко, но до сих пор не утратила своих лучших качеств. Всем привет, сегодня я расскажу о лебиозе. И не зря всегда изучаю весь род понравившейся мне рыбы. И вы могли это заметить по моим роликам. Когда я рассказывал какой-то рыбе, я редко вхожусь без краткого упоминания ее ближайших родственников. Очень часто так можно найти других не менее, а иногда даже и более интересных рыб. Так и тут, давайте обратимся к систематике. Вообще название этого рода долгое время было Кализа, но сейчас оно звучит не иначе как Трихогастр. Да, те самые всем известные жемчужные и мраморные гурами, латинское название которых известно всем как Трихогастры, имеют сейчас иное имя – Трихоподус. Я стараюсь придерживаться современной систематики, но так как название Кализы для этого рода является синонимом, то не будет большой ошибкой называть так этих рыб. Оставив премудрости и систематики позади, давайте все-таки взглянем на этих рыб. Всего вроде Кализа четыре вида. Уже упомянутый Лялиус и Лебиоза. И два, о которых мы еще не говорили – Кализа полосатая или Фассеата. И медовый гурами – Кализа хуна, у которой также есть синоним Кализа сота. Эти рыбы относятся к лабиринтовым и условия содержания во многом сходятся с условиями для большинства популярных рыб этого подотряда. Размеры калис разнятся от 4 см у медового гурами до 10 см у полосатой калисы. Соответственно аквариум для мягких калис нужен не крупный, а 30 литров, желательно засаженный растениями. Взрослые самцы могут быть агрессивны по отношению к другим самцам, но это лечится увеличением количества самцов и самок. Тут срабатывает эффект рассеивания агрессии. Также густые заросли растений рекомендуют как раз для того, чтобы притесняемой рыбе было где спрятаться. Кроме того, калисы могут быть пугливы и растения снижают пугливость. Разнажение калис похоже на процесс разнажения большинства популярных лабиринтовых. Самец строит гнездо, а затем ухаживает за молодью. Проблемой только может стать, выкармливая слишком мелкой молоде. К сожалению, пока мои опыты с разведением конкретно олибиоса дальше постройки гнезда не продвинулись. Возможно тогда самка была не готова и я вернул пару в магазин, где в то время работал и взял гонереста, и решил попробовать отнерестить через несколько недель. Так получилось, что вскоре я их продал, и пока вернуться к разведению не было возможности. Но меня это интересует, так что рано или поздно я смогу поделиться и собственным опытом. Но начали мы свое знакомство с этой рыбой в сравнении ее с лялиусом, и надо развивать эту тему. В первую очередь окраска. Настоящий лялиус природной окраски имеет довольно симпатичную полосатую окраску, которая со временем из ровных полос стала превращаться во что-то непонятное, и найти нормально окрашенного лялиуса сейчас довольно нетривиальная задачка. Природная окраска лабиоза, хоть и не настолько эффектна, но тоже весьма неплоха, но тоже, как можно судить по фото, кривые линии начинают ее портить. Кроме того, как и у лялиусов, у лабиоз есть несколько цветовых вариаций, это красная и красно-полосатая. Они отличаются классической окраской фоновым цветом тела, а между собой, как несложно догадаться, наличием полос. И вот тут уже нельзя не упомянуть тему моих лягбезов, тему неправильных вводящих заблуждений названий рыб. Вообще, если верить тому, что пишут на ценниках, то я эскалист содержал только лялиусов и медовых гурами. Но внимательные зрители наверняка только что заметил подвох, как я мог держать только этих двух, хотя пытался развести лебиоз. Все просто, медовые гурами, пожалуй, еще более редкая рыба, чем лебиоза. Все дело в том, что почти всегда, когда я видел в продаже медового гурами, ими оказываются никто иные, как лебиозы, чистые красные морфы. Хотя, если быть более честным, то скорее кирпично-коричневый. Кажется, ну и что, а ответ как всегда прост. Даже если просто отбросить в сторону различные варианты невежества продавцов и покупателей, то остается один весьма любопытный факт. Размер взрослой лебиозы в полтора раза крупнее медового гурами. Да, это не та разница, как в моем любимом примере между настоящим плекостомосом, который растет до 30 см, и птерогоплихтом, продающимся под этим названием, и растущим намного больше. И даже не та разница между птерогоплихтом Хаселима и гибицепсом, где разница также от 30 см у первого, до полуметра у второго. А при этом, для всех, это почему-то один и тот же вид. Тут дело немного в другом. Калис, за исключением фассааты. Часто рекомендуют в модные, как бы противно это ни звучало, наноаквариума, в которых даже разница в 2 см очень большая. Да и по окраске, медовый гурами куда симпатичнее лебиоза. Кроме этого, этих рыб можно отличить по одному из признаков, который лежит в названии рыб. Лебиозу также называют губастой колизой. У медового гурами губы, если можно так сказать, обычные, такие же как и у лялиуса. В то время как у лебиозы они куда более внушительны. Иногда можно встретить информацию о том, что существует гибрид медового гурами и лебиозу. Но тут я ничего не скажу, надо сперва лично с ним ознакомиться. Но главное отличие лебиоза от лялиуса также было упомянуто во вступлении. За временем бездумного аквариумного содержания лялиусы не только утратили свой полосатый рисунок, хотя надо также упомнить о том, что приобрели много других, не менее интересных пород. Лялиусов потеряли самое важное – здоровье. Если раньше лялиусов советовали новичкам в их первые аквариумы, то сейчас не каждый опытный человек способен с ними справиться. Если лялиус стал очень восприимчив к различным заболеваниям и мало ли у кого из покупателей живет больше месяца, то лебиоза наоборот весьма крепка и вполне годится в содержании даже новичкам. Остается рассказать о рыбе самую малость, хотя и не самую интересную для многих информацию. Описана лебиоза была в 1877 году Френзенсом Деем, благодаря которому мы знакомы со многими другими рыбами. Аквариумистом Старого Света она попала 27 годами в позже, в 1904 году, и через некоторое время с ней смогли ознакомиться и аквариумисты России. У аквариумистов в СССР она содержалась до начала Великой Отечественной войны и вновь была привезена уже в начале 50-х годов. Сейчас она содержится не так часто, как в те времена, но все еще встречается, хотя и под ошибочным названием. Также эта рыба регулярно встречается и в прессах фирм-импортеров аквариумных рыб, и некоторые любители содержат и другие морфы этой замечательной рыбы. Напоследок еще две вещи, которые я не нашел куда вставить в основной рассказ. Самцы отличаются от самок немного более крупными размерами и застренными спинным и анальным плавником. Также упоминается о том, что самки немного бледнее. Мой опыт основывается только на красной морфе, и в обычное время я не замечал, чтобы окраска у самцов и самок сильно отличалась, но вот во время нереста этот признак проявляется во всей красе. В питании эти рыбы неприхотливы и с удовольствием будет есть и живые и сухие корма. Вот такая вот интересная и подзабытая рыба. Если у вас есть примеры подобных некогда популярных, но забытых рыб, пишите в комментариях, возможно именно ваш пример станет героем следующего видео, как это стало с лебиозой. Ну а пока я снова пожелаю, чтобы ваши любимые рыбы не пропадали из аквариумистики. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok